здравствуйте мы сегодня побеседуем с кем-нибудь с профессором савельевым термин которого бабуинка придумал на его ученики или это все-таки вы придумали бабуинами да я называю обычно персонажа гоминидного происхождения похожих на людей ну вот ну вот вот термин бабуинка неоднократно использовался в этой студии мы очень рады вас здесь приветствовать тем более мы тут очень любим больших ученых которых которым присоединяется слова профессор поскольку сами мы люди не образованные немножко дикий но вы не прикидываетесь конечно я серьезно вас повторяют намного чаще чем меня это не важно совершенно потому что птицу говорун и поэтому собственно о чем я хотел поговорить значит дело в том что мы это склонны недооценивать роль того той части а ну как бы нашего сознания которое связано с социальной иерархии вот ну те кто жил при советском союзе их все время учили да что надо вот есть как бы вот правила правила еще чего-то и вот это вот себе надо животное подавить а мы видим сейчас вот в соединенных штатах америки вылезает это животное и она тоже выглядит как-то не очень хотя по большому счету к социальной иерархии она имеет слабое отношение потому что так себя обычно ведут как раз люди находящиеся внизу социальной иерархии я поэтому хотел бы вас попросить рассказать ну как бы вот что реально нужно людям понимать об этом юли ну социальная иерархия сначала если так сказать заглядывать нырнуть поглубже посмотреть что это такое вообще я конечно помню советские времена и как на таганке в продовольственном магазине висел такой в золотой раме плакат кодекс строительства кодекс строителя коммунизма кодекс строителя коммунизма который полностью совпадал с старушками которые шли из церкви на горное проповедь туда исписали это же известная история один в один знаете как это произошло нет не сделай группа цк кпсс а и чего-то там писала на даче вдруг неожиданно позвонил какой-то помощник хрущева и сказал никита сергеевич велел там через там два дня представить моральный кодекс строителя коммунизм и один из этих инструкторов или там консультантов все как широко моральный кодекс строительского как делаем заказал библиотеке библию открыл на соответствии в не знаю открыл он 10 заповеди или значит но я думаю то и другое за где по типу переписали но молодцы молодцы да но не самое главное они четко совершенно показали что базовая система ценности красного проекта полностью совпадает с базовой системой ценность да ну то есть она одинаково неуполним это другое дело это другое тоже как это называется это же базовая штука в христианстве а там ключевое понятие это покаяние задача христианина не соблюдать заповеди сто процентов а это и невозможно отдавать себе отчет когда ты их нарушаешь но это очень нетривиальный вариант потому что это говорит об осознании да и требует очень большой работы над собой на работе мозга что очень вредно как известно организм всю жизнь сопротивляется так вот с организм не сопротивляется у нас никогда трем вещам это насчет поесть да это правда поесть не сопротивляется никогда ну и соответственно все что с этим связано не заработать а украсть и значит потребить больше чем заработала и так далее там занять потратить и не отдать это все это все еда то есть это основополагающий закон межчеловеческих отношений когда дело касается а быть деньгах все что с ними связано то есть еда размножение но это понятно пока гормоны не кончится ни о чем никто думать не может долгое время есть единицы конечно извращенцев но они думают совершенно я например извращенец я когда спать хочу то мне нет вы уже вышли из 15 лет я меня тоже но таких мало мало мы были извращенцы мы были конченными извращенцами потому что мы пользовались готова головой и собственным анализом собственного состояния для того чтобы спать или что-то а многие не останавливаются потому что перенос генома следующего поколения это цель любого вида задача любого обитателя социального государства это покрыть метровым слоем своих потомков данное государство как минимум многие делают ну и третье это как раз иерархия любая социальная система а обезьяна 65 миллионов лет эволюционировали как социальные существа то есть у нас за плечами 65 миллионов лет бабуинизации такой безумный опять-таки для тех кто не понимает вот у нас у всех есть пример социального существа и не социального существа вот собака это социальное существо она живет в стае а кошка это не социальное существо она ходит сама по себе и вот отличие в их поведении это есть отличие между результат эволюционно известен 90 процентов кошачьих вымерло для справки для тех кто думает что это хорошо то есть социальные существа и в любой социальной структуре возникает иерархия то есть то что называется биологии то что я называю в зоо гоминизации доминантностью и вот эта доминантность она собственно говоря может быть очень разная и вот если брать те же самые примеры социальных всяких лифт в том числе американцы что делают на самом деле те же самые конгрессмены ну то что он любит называть элиты или еще кто-то они делают ровно то же самое сейчас те которые носятся по улице бьют витрины и там по памятнике ломают но это смещенная активность это смещенная активность в чистом виде то есть это прям залоги ну вот это просто что перевести стрелки они делали нужно объяснить что такое смещенная активность два голубя между собой устраивают драку или 2 или 2 петуха и вдруг неожиданно когда напряжение просто очень большое они они неожиданно начинают лихорадочно клевать что-то сбоку просто чтобы сбросить нервное напряжение да проще еще можно смещенный актив можно еще проще собака у всех почти собаки так или иначе вот собака бутерброд на столе собака сидит рядом она бутерброд хочет взять но боится безумно потому что хозяин может это надрать мягкое место или в ругаться как не то есть перед она сидит смотрит на бутерброд решиться не может уйти не может 2 на что начинает остервенела чесать за ухом кто не видел собаки все время около стола когда лежит вкусные чешут остервенела за у кстати в этой ситуации кошки думают исключительно о том как разработать как разработать операцию чтобы быстро стащить сбежать и никакой никакой ответственности несут покаяния отсутствует нет нет кошек присутствует покаяние но она носит очень внутренний характер а ну да она другой природы не социальные социальные так вот вот это самый доминант сделают все то же самое что сейчас на самом там низком уровне на улицах но только это тщательно скрывают для этого придуманы специальные законы специальные экономические законы политические законы ограничения религиозные правила поведения то есть дело все то же самое только это не видно вся разница то есть иначе говоря любой способ установления доминантности среди людей очень хорош и он абсолютно всегда морален именно поэтому у нас так сказать советский союз почему развалился по большому счету потому что оказались люди наверху те самые которые действовали точно так же как там внизу но просто не умели это контролируют вот и все и вот эти самолеты в западную германию западный берлин которые детей там сотрудников цико возили это известно об этом уже много признательных показать им на тот же метрофанов известно об этом наступала и вывозить там сводскими там деньги потратят погуляют на газа то есть это все привело к развалу почему потому что социальной системе доминирует тот кто меньше соблюдает социальные правила это понятно что чем меньше ты соблюдаешь социальные правила тем больше у тебя преимуществ перед теми кто их соблюдает ну я совсем соглашусь я сейчас объясню что я имею в виду есть такое замечательное произведение художественное владимир орлов под названием альтис данилов и там в некоторый момент главный герой вспоминает как он учился в лице неважно там где как и что он говорит что там все были правила а и соответственно эти правила делились на три большие группы правила первые которые нельзя было нарушать ни в коем случае правило вторые за нарушение которых полагалось наказание и наконец правило 3 который обязательно нужно было нарушить для того чтобы как бы сделать карьеру вот специфика как мне кажется элитных групп состоит в том что они во первых а существенно сокращается количество правил за которые они несут наказание то есть мы все знаем про премьер-министр великобритании хита который занимался педофилией даже убивал детей но соответственно его не его не трон а вот соответственно другие люди понесли бы за это наказание но есть еще и правило которое обязательно нужно нарушать кстати именно поэтому я думаю что так распространены некоторые наркотические технологии нету борис жонсон он демонстрирует как раз именно этот вариант он мелкие правила нарушает кругом ряд радостно и весело и что приносит ему популярность ну да это очевидно я как раз говорю о таких глобальных правилах и собственно говоря иерархия которые существуют любом сообществе это вариант понимание этих правил на самом деле мозги понимаешь не понимаешь эти правила а многие не собираются их даже понимать соблюдать потому что осознание то самое которое в христианстве осознание правил очень дорого обходится мозгу и на этом построена вся система иерархической все очень просто если человек думает напряженно он потребляет примерно двадцать пять процентов всей энергии всего организма кислорода еще больше нам до 30 если он задумывается но задумываться он не хочет конечно понятно это очень вредно расход энергии большой нет про изращенцев мы не говорим значит а если он лежит с бутербродом во рту и смотрит там телевизор то он потребляет 10 9 процентов энергии а вот теперь самое главное засада во всей этой истории дело в том что при падении энергетических расходов мозга на свою работу мозг тут же подкрепляется замечательными веществами они называются каннабиоиды эндогенными опиоиды окситоцином эндорфинами то есть иначе говоря все праздные бездельники глубокие наркоманы собственно как и большинство людей которые исповедуют веру в молекулярную биологию безоглядную или теологическую историю неважно любая вера снижает энергетические расходы мозга делать человек зависимым то есть наркоман это сделано к сожалению таким образом чтобы мозг экономил на своем содержание маленькие же но кило 300 и 25 процентов энергии лучше дрова пойти поколоть это же я не знаю как вы а я когда я утром я сажусь за компьютер писать умный текст у меня буквально через 15 минут начинается дикий просто дикое требование чем съесть дик мозг защищается ваш несчастный мозг требует защиты он тут же начинать поэтому студент всем чет пихают в рот поэтому им тут же хочется пойти домой к маме там на кухню помочь ей помыть посуду там или в зрубой лиза с вами же холодильник а поближе холодильник не только там еще даже покопать любой физический труд в несколько раз дешевле чем работы мозга поэтому я я болею той же болезнью встаю очень рано я сажусь начинаю работать и через час я понимаю что умираю на пример что надо слегка похудеть и жду еще час для них там есть целый куча вещей что можно пить сладкий чай можно есть разные способы обман кстати между прочим удивительная совершенно штука всякого рода наркотические штуки но такие простые типа алкоголя они выбивают мозг из работы совершенно ну конечно конечно потому что но алкоголь это еще более менее нормально потому что как вы понимаете раз эндогенно образуются все типы наркотиков отсюда зависимость привычное дело но чуть-чуть побольше поэтому это уже есть органида в раз в организме есть поэтому и привычка в чем опасность всех привычка возникает очень быстро из-за того что есть внутри первые порции пищи любая превращается получается что люди которые с первого укола становятся героинами наркоманами вообще головы не думают до до этого у них был большой опыт недумания именно поэтому для многих всякие там вот верования в том числе не обязательно религиозные там научные являются однозначными этом им предъявили они тут же все освободился энергия упала тут же наркотики он свободен алкоголь он еще эндогенный у нас но еще есть и экзогенный и первые порции пищи независимо от того что сел выпил и чего превращается в алкоголь причем довольно много если вы 12 часов голодали то если взять кровь кровь покажет что вы приняли там 50 70 грамм ну вот по этой в этом проблем было очень много вот когда в горбачевские времена когда людей судили просто они там поповали в аварию не брали кровь и оказывалось что они там и вот эти промилле которые во всем мире принимают это не от того чтобы дать возможность напиться за рулем а для того чтобы официальной власти не придирались человек который никогда не пил это потому что естественное количество алкоголя в организме но довольно сильно варьировать есть специфика потому что есть еще одна штука которая тоже есть крови она тоже организм края к организму очень сильно варьируется алкоголь дегидрогеназа да она просто расщепляет это много ли мало у меня и много и поэтому как бы а у других его малые и алкоголь этот в крови там двое суток да и конечно так вот вернемся к иерархии к этой системе иерархической то есть у нас получается очень хитрая штука с одной стороны у нас существует иерархическая система доставшиеся еще от обезьян то есть отношение строится иерархического зубы больше кого там кроме колхов хвост длиннее или там в лучшем случае как с ламборджини зад краснее ярче но то есть это а нам досталось от приматов и система доминантности она на самом деле обеспечивает две вещи еду и размножение чем выше доминант тем больше шансов оставить репродуктивное потомство все и это сидит у нас целый у нас мозг состоит из двух частей но почему когда очень многие люди расслабляются им хочется чего-то одного того что запрещено нельзя и осуждается а когда начинают напряженно думать это почему-то сразу не очень хочется некогда об этом даже думать потому что у нас есть гигантская кора то есть бороздами зелень покрыта который составляет 80 процентов массы и замечательная вещь доставшийся нам еще с времен рептилий лимбическая система которая регулирует нейро гормональные инстинктивные формы поведения то есть и до размножения доминантность думать ни о чем не надо это прекрасно энергетические расходы ноль там десять процентов по сравнению сказания кортексом и плюс наркотики и которые к тому же контролируют железы внутренние секреты это все выделяю да а там по кругу сначала вот получить удовольствие от умственной деятельности трудно тренироваться тренироваться долго себя приучать иначе не получится так вот вся иерархия на этого построена то есть любой иерархической системе приматов строится очень простая лестница примитивная кто может хотя бы ненадолго потратить побольше энергии для того чтобы занять иерархическую другую выучить уроки получить пятерку поступить в институт ну какие-то ну самые тему соответственно расходы то есть еда она и увеличивается а кто не может этого делать ну тот значит довольствуется инстинктивно гормональной регуляции поведения и тогда им говорят идите памятники ломать они радостно берут вот такая смещенная активность сейчас поглотила там полуамерики хотя там где оружие есть там разрешено носить на улицах там как-то это не получается мягче и мягче и мягче и ну я могу сказать что я поскольку там и собаки ну во-первых если мы посмотрим на собак то мы увидим кстати это редко и редкий случай это у собак и у волков вожаками стаи могут быть животные любого пола да и самые не самые крупные да и абсолютно они не самые крупные они четко совершенно отвечают за выживаемость стаю они сообразительные да они сообразительные да это у них очень хорошо а у нас как раз получается так что из-за того что существует элиты передачи денег по наследству то к чему собственно стремится стремились 90-е годы в этом все и дело на самом деле мое глубокое убеждение состоит в том что основное преимущество ссср с точки зрения и который из-за которого несут он выиграл 70-е годы несмотря на то что ресурсов изначально было меньше стоял как раз в том что там ликвидировали механизм передачи богатства по нас да это самое главное вас передать по наследству квартиру ну то есть на это это нормально в этом нет ничего а вот это не всегда даже тогда тогда получала да вот а здесь соответственно и это было основное основное преимущество поэтому главной задачей вот это вот бюрократической революции 91 года это было как бы восстановление частной собственности и восстановление наследования самое главное потому что они в конце уже там тоже придумывали там всякие бабушки ходили типа там дети людей побывавших ссылки там еще что да да но сейчас это видим до праправнуки рабов а это же тоже самое обе поручен чем и собственно украина да да тоже тоже один к одному то есть и вот по основной это проблема во всей этой истории то что мы не можем объективно оценивать людей в чем вот с моей точки зрения и об этом писал многократно и говорил в чем почему сгорел сгорела социалистическая идея единственная альтернатива дикого капитализма кто назад так непрерывно продолжал развиваться но это моя точка зрения из-за того что мы не могли подобирать людей основная проблема была с головами потому что объективных критериев даже по поведению человека мы не можем предложить который сто процентов сказать что вот этого отобрали он будет действовать так я тут скажу как человек который видел как управляется государство я могу вам сказать что есть две два фактора которые не формализуются в отличие от интеллекта интеллект проверять можно да это это понятно циферики как складывать вычитывать хотя и тут есть проблемы потому что есть люди которые живут по принципу а баба-яга против я например поэтому когда меня начинают проверять я начинаю глумиться поэтому я тоже слабо в этом отношении люблю вот но есть две вещи которые на самом деле не менее важны и они играют очень важную роль и поскольку я тут лекции читают карьеру и т.д. и т.п. то я могу сказать что ключевая вещь это а чувство собственного достоинства которые совершенно невозможно вычислить то есть это нужно очень долго наблюдать за ребенком за подростком а и вот и второе и это очень важная вещь а второе это воля то есть вот готовность встретить неприятность жестко потому что бывают очень умные люди которые сталкиваясь с минимальной проблемой немедленно плачут убегают прячутся в кусты и так далее тоже сталкивался очень много лет преподавал четверть века да поэтому я хорошо знаю причем это вещь которая ну просто вот очень сильная да я поскольку учил детей в математической школе я очень хорошо знаю абсолютно может быть даже гениальные дети с точки зрения интеллекта которые с любым органически не способны во первых вписаться в социум потому что у них нет чувства собственного достоинства и как только их начинают проверять на крепость они немедленно убегают это первая проблема их надо все время защищать то есть такой человек есть у него нет двух-трех оруженосцев которые его будут оруженосцев только за счет интеллекта нельзя не облисти они и второе это воля потому что вот в трудных ситуациях надо именно в но в общем на эту тему я отвечаю мне книжка к из изменчивости гениальность я там отвечаю на эту проблему в чем дело почему они талантливые одаренные гениальные но не социализированы не приспособлены в чем дело это же как-то структурно наверняка оказалось что да и смысл то весь в том что наше поведение одаренности все вообще способности эта комбинация из структур мозга которых у нас около 300 штук там 150 миллиардов нейронов и 300 структур значит вот если у нас мы берем художника одаренного у него зрительная система должна быть в 5-7 раз то есть затылочная то есть физически физически и в 5-7 раз больше там коленчатое тело куда приходит от глаза волокна должно быть в 3-4 раза больше без этого он ничего не увидит он не поймет но я просто для примера да на фейсбуке есть там целая куча разных бессмысленных тестов которые на самом деле предназначены для того чтобы собирать о вас информацию да да это известно но там есть том числе в том числе интересные тесты например там есть тест очень известный когда вам нужно и там из восьми кружочков выбрать один который отличается по цвету и с каждым разом все более все менее менее отличается и соответственно там грубо говоря кто-то только первые четыре кто-то пять и так далее просто вот это видно невооруженным глазом да и ничего не можно сделать но я правда могу сказать что как меня учили аксоны растут всю жизнь и даже пару дней после смерти аксоны растут образуются это самым главным разводишься жизни синапсы до новые связи до вы связи две десятых миллиметров в сутки не хуже намного сюжета каждый нейрон из 150 миллиардов имеет этих синапсов от 150 тысяч до миллиона и каждый день два-три синапса новых образуется но два-три разрушает 2 разрушается поэтому мы все перестраиваем да и по этой причине просто знаю точно я это знаю я с этим столкнулся в своей жизни что когда ты начинаешь думать на какую-то новую тему я же не занимался экономика я стал здесь заниматься 30 лет информационное агентство аврора наша точка зрения станет вашей точкой опоры и с некоторым интересом обнаружил что я вначале ничего не понимал именно не понимала там утренней связи еще чего-то это не знание формальные формальность они в книжке написано в танты где-то через полгода через год в общем я уже понимает что я ориентируюсь ну а дальше но через десять лет уже пошел большой прогресс через десять лет пошел так да потому что у вас до 50 лет еще синаптогенез идет очень активно и мозг не уменьшается а вот потом если здесь надо оговориться если мозг мозгами не пользоваться а вести себя как извозчики я вот или не поконись ну мне грубо говоря 58 то я пока не заметил нет нет если поле с мозгами сохранить все нормально кстати между прочим еще одна интересная штука это мне рассказали просто люди что даже те у кого болезни альцгеймера к сохраняют профессиональные навыки очень долго да конечно если не не начнется разрушение на вы не просто известная история да когда пришли к тетеньке врачу которая лежала уже в растительном состоянии есть задали вопрос профессионально она была очень хорошим врачом и она вдруг неожиданно не появилась осмысленное выражение лица перестала капать слюна изо рта и она четко и внятно объяснила что происходит какой диагноз и что делать и снова впала в растительное состояние ну потому что профессиональная специализация подключение всего мозга ну это это нормально и поэтому наш мозг перестраивается и поэтому человек чем-то занимается всю жизнь ну и регулярно скажем то нарастает количество связей а здесь есть фокус один который нужно учитывать когда вы обманываете свой мозг или вообще им пользуетесь дело в том что у нас в норме вот но мы обычно живем ходим все там достаточно функции все выполняем мозг вас кулиризирован то есть снабжен сосудами которые приносят кислород и питательные вещества примерно на 20 процентов то есть для того чтобы остальное это запас остальное то ресурс я ночь на объясню как он устроен ресурс хитрый то есть вот если пятерня это все этот сосуд работает всегда а все остальные причем как работаешь не могут там закрыться там кто-то не стоит все примитивно они временно окклюзируют а чуть-чуть поджимаются и кровь в смысле эритроциты проходят только по одному а по остальным по всем четырем проходит плазма крови то есть они проходимы сохранять свою проходимость но не дай бог вы задумались о чем-нибудь например там о помощнике трампа да значит что происходит в этой локальной области который занимается этим делом ваш мозг это можно назвать там 45 там 48 там десятое поле резко увеличивается кровоток в пять раз то есть в пять раз начинается выявленном сначала в два потом в три потом в пять в конце концов вы напряжен думаете к чему это приводит потому что питательные вещества кислород поступает большом количестве и там синаптогенез вы искусственно стимулируете поэтому чем больше вы думаете на эту тему интенсивнее тем больше симпс тем больше вероятность что переклизмит замкнет связь и вас произойдет озарение вы поймете как это все устроено но если весь бы мозг включить в пять раз да ну тут же мне в эту ногу раз меня спрашивают если вот все подключить вы никакой сердце не выдержит быть сердце вот такое поэтому мозг работает он устроен еще самым подлым образом однозадачно да он работает только то кровоснабжается интенсивно что сейчас нужно и повысить больше чем в два с половиной раза то есть 10 до 25 невозможно иначе человек умрет с тащением и сердце никакое не справится это невозможно технически просто поэтому синаптогенез мне всегда говорит но его же нельзя контролировать там два-три разрушаются во всем это говорить вы вообще ничего не делаете ведете растительный образ жизни но есть ли вы начинаете хоть что-то делать процесс образования новых может ускорить может ускориться но локально то чем вы занимаетесь если вы занимаетесь физкультурой то через там 50 лет занять физкультурой у вас будет отличное здоровое тело и такой дегенерировавший ассоциативной области почему потому что туда кровь не будет поступать сосуды запустят реально закроется нейроны просто сдохну с голоду что и происходит и у хронических алкашей там тоже самое это понятно поэтому не надо думать что если он там пять лет пил запоен а потом его можно вылечить вылечить можно с головой будут проблемы реабилитировать можно а вот вернуть его в прежние интеллектуальные уже же это невозможно потому что нейронов нет физически ну нет нет но театрически могут новые вырасти ну то есть нет теории вырастают только любители стволовых клеток над называется онкологии но это онкология нет а мне вот какой вопрос еще дело в том что меня всегда учили что в реальности загрузка мозга ну там 4 процента ну вот понятно почему но было когда загрузка получается 20-25 процентов это как бы а мне вопрос вот у меня есть один знакомый но один есть еще нескольких я про них знаю который с детства ну пока пить не начал обладал замечательным свойством он любую книжку которую прочитал помнил наизусть при этом я его много раз спрашивал не испытывает ли он какую-то от этого там напряженность или еще чего-то быть нет я как бы вот у меня это само фару получается без каких-либо усилий это результат специфической структуры мозга или теоретически любой человек может этому научиться если его на в общем любой человек может научиться на самом деле но у некоторых просто метаболизм так устроен мозги там есть много тонкости что позволяет это запоминать автоматически надо сказать вот у меня тоже память очень неплохая до сих пор несмотря на возраст я помню практически все препараты гистологические микроскопии которые смотрел в своей жизни смотрел их много-много тысяч ну вот это просто по-разному память на зрительные вот такая память я всегда зрительные да и зрительные я тоже помню а вот соответственно а тексты это вопрос так сказать областей которые отвечают за графические примитивы они могут быть очень большие это известно с довоенных времен еще до второй мировой войны разница может составлять там два-три раза мать то есть речь идет о доме ли там миллиард нейронов а у другого там три с половиной миллиарда связей по сто пятьдесят тысяч минимум а той по миллиону на каждую клетку но прикиньте количество информации которая может храниться иногда у некоторых людей это автоматически происходит а видел таких феноменов феноменов но ты даже работал с ними но это обычно плохо кончается надолго их не хватает нет но это надо правильно использовать если ты начинаешь если использовать исключительно для запоминания бессмысленной информации понятно что ты сойдешь с ума следующий вопрос который меня возникает это моя проблема да я в детстве обладал ну не то что феноменальный но но хорошей память я там с одного раза со слуха запоминал стихи там еще чего-то а лет в 15 у меня произошло какое-то странное изменение я у меня очень ухудшилась вот эта вот механическая память то есть я мог прочитать текст и абсолютно не помнить что там написано особенно когда я учился зато я очень хорошо стал выстраивать ассоциативные связи ну вы запаниковали это реально ну да вот это что это естественно это естественно ситуация абсолютно это называется половое созревание а то есть это это то есть вы созрели и зачем уже все готово женилка выросла все пора жениться все то есть в этом случае как бы биологические вот эти самые принципы лимбической системы они доминируют такая поэтому детей вроде так хорошо там пошел в школу учатся все нормально 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 то вдруг раз в как отрезает это правда я просто могу сказать что гениальных детей в возрасте там девять десять лет но как только начинается пубертат все катастрофа вы убивает все и вернуть их обратно иногда получается иногда не знаете я использовал участвовал в неких проектах еще в конце 70-х начале 80-х готов 2 вот прошлого тысячелетия и там использовали как раз советские времена тоже была задача такая же как сейчас там вот эти всякие центры где гениальных одаренных людей должны отбирать из детей и отбирали ну вот но все это ровно так происходило до пубертатного периода и все и все все и дальше потом их встречала и там на тверской собирали бутылки на помойках уже дело я просто могу сказать что вот из тех которые до которые остались умными а даже самая картинка до воли и чувство собственного достоинства если есть воля да мне плевать да все пойдут там соответственно вечером кому-то на квартиру значит пьянствовать и там на воли мальчики щупать девочек а девочки значит а я не пойду потому что я вот хочу там книжку дальше конечно так вот инструмент за что собственно говоря обычно меня всячески ругали теперь не ругают перебоятся ну вот я предложил инструмент собственно говоря на основании того что существует морфологические различия видимые то есть ну пока постмортен то есть у мертвых людей это было сделано на великих людей талантливых ну такие как маяковский там многие другие известные люди этим специально занимались можно сейчас построить томограф который нужен с высоким разрешением и недавно у меня вышел ролик в котором я сказал что мы достигли в общем-то нужного уровня чтобы видеть каждый нейрон чтобы видеть нейрон нет мы уже увидели когда пока на небольших объектах и тогда видеть каждый нейрон такая картинка это будет мозг нет но тут как раз нужно нужно не это нужно компьютеры нормальные нет вот ерунди стиму которую там ставят в сбербанке а нужен серьезный компьютер не то чтобы счета граждан сканировать а что-то посерьезнее и математика соответствующая так вот задача какая можно все эти структуру мозга прижизненно посмотреть на такой штуки на таком томографе с высоким разрешением и тогда пожалуйста вот вам церебральный сортинг вот у тебя есть способности там допустим к финансам а у тебя их совсем нет у другого рассказ у айзека азимова у нас было два его перевода один назывался олимпиада старый другой назывался профессии все припоминаю про то как детей учили с помощью этих самых нахлобучек да 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 это да внешняя мечта бездельников да 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 внешняя мечта бездельников и там собственно история рассказывается от имени несчастного мальчика которому сказали что он проф непригоден то что его структура мозга не позволяет ему давать никакой профессии и он по этому поводу страшно переживал но его поместили как приют для умалишенных где соответственно заставляли а заставляли учиться ну вот за арендом способ чтобы не скучно было да и он значит в некий момент сбежал оттуда пытаясь понять найти того гады который значит его засунула туда засунул процессе он значит познакомился с некими людьми и когда они там они там о чем-то заспорили а спор был о том почему не готовят специалистов за пределами земли ответ был такой потому что делать эти аппараты страшно дорого и они рентабельны только на земле где очень много людей а там мало вот такая те абсолютно экономическая штука и соответственно он говорит а в чем проблема зачем вам эти аппараты когда можно людей учить вот так вот по старому но потом это его заловили поместили обратно и он просыпается и чешет репу и чеш по получается да я вот этому самому перцу объяснял что надо делать ровно то чем я занимаюсь а и он пришел спросил мускай она как ты хочешь парень да мы выяснили что ты способен творчеству но способен к творчеству и будешь работать это две большие разницы мы тебя целенаправленно поместили в ситуацию в которой чтобы ты ему сказал я могу творить я буду творить нравится вам это или нет то есть это на самом деле тема которая была всегда да это все это всеобщая болезнь я же начал с того что чем почему провалился провалился советская идея на территории россии потому что если бы у них была такая штука они бы отбирали не фальсификаторов которые иметь и мы готовы вы знаете за деньги люди которые имитировать все штуку обезьян не подраживаем никакой индекс айкью не поможет ничего никакие психологи не спасут а вот такая штука которая объективно то что надо можно взвесить измерить но вы знаете что мне 15 лет сказали до того как вышел первое издание книжки изменчивости гениальность который он принес было четыре часа не могу даже кого называть в эфире кто это был четыре часа заседали очень внимательно я все рассказал два часа объяснял последствия говорю давайте не буду эту книжку издавать у меня нету культа личности давайте сделаем чтобы в нашей стране мы начали первыми в мире отбирать гениев и тогда все кончится не и железки буду не железками будут воевать люди а мозгами давайте я готов пожертвовать вот своим своей работой давайте не будет нужно как это как где гарантия что члены политбюро окажутся вот знаешь что мне сказали ангай сказали ну ладно мы мы будем контролировать а как же наши идеи как же наши дети и все а вот тут и вот тут то как раз выясняется что с точки зрения социальной очень часто воля и внутреннее достоинство оказывается важнее чем интеллект да вот и поэтому на самом деле зря они волновались зря но тут ничего нельзя сделать да это совершенно это это другая совершенно штука потому что в ссср была другая модель а поскольку ссср не мог сделать то что мог сделать запад с точки зрения концентрации людей нужно 100 инженеров 100 нужно 10 тысяч 10 тысяч нужно 50 тысяч ну значит подучиваем кого-то и 50 тысяч ссср действовал по другому принципу ссср занимался готов к гене и разрушил ссср на самом деле это вот очень важная вещь вот это вот пресловутая с советская интеллигенция которому мы видим сейчас вот в этих вот там резительных совершенно историях с этим вот серия 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 ростовский режиссер да вот мы это видим вот в чем дело а брали некоторое количество талантливых людей но их готовили так а чтобы ну грубо говоря единственного из них гения вывести на максимальную орбиту а все остальные их приучали к тому что они гении а потом их обрубали поскольку они оказывались не гениями возникал дикий комплекс неполноценность да это страдали очень многие и реальные проблемы причем страдали все кандидаты наук страдали что им не дали защитить докторскую доктора страдали что их соответственно им им не дали там профессор пути в академию да в результате они не смогли там реализоваться реализоваться в их в их понимании это это реальная катастрофа при этом сама по себе мысль реализоваться за пределами понимаете я в этом смысле как бы это пострадал я и собственно теоретически я должен был пострадать до сих пор поскольку я не бесполезно я не признан экономическим сообществом да но знаем мы это сообщество да но это по это другое дело понимаете что когда ты находишься внутри сообщества ты к нему относишься пусть и с некоторой иронии но с уважением а поскольку я нахожусь вне его у меня так было так с моей теткой которая была абсолютно гениальный генетик но вот которая была после фреймсона заведующей его лабораторией но и истребляли точно так же причины истребления были другие поскольку она занималась медицинской генетикой и все время лезла в те сферы которые которые лезть не положено которые считалось что лезть неправильно при этом личное уважение к ней было а системно ее все время ну я могу сказать что в отношении меня точно такая же история и это нормально но единственное что таскать портит это веселый гоп-компании жизнь те что первые два тиража изменяющиеся гениальность ушло назад ну вот это понятно и там люди пытаются создать как раз это тоже невозможно по той же самому это вот так сильно куда более жесток в этом смысле у меня там был еще один вопрос а значит когда я еще учил детей в школе то я им очень любил читать лекцию ну подростки же но им все интересов да тема отличается мальчик одеть и мне очень интересно ваше мнение по этому поводу я возьмите не сам это придумал я это в книжке ну понятно статичь мальчика девочки в чем что есть две эволюционно противоположные задачи она называется наследственность другая изменчивость и стопроцентная наследственность это дети как две капли воды похожи на родителей и поэтому они не приспосабливаются к окружающему миру а стопроцентная изменчивость это родила царица в ночь не то сыну несут дочь не мышонку или лягушку они этому зверушку а и по этой причине природа она как бы разделила любой вид ну начиная с какого-то момента довольно раннего на 2 на 2 на две части одна из которых отвечает за наследственность другая за изменчивость но на самом деле обе части они перемешиваются и там с равной вероятностью от мозги населет почему наследование мозгов гениальных людей не происходит обычно наоборот из бывают редкие случаи там тихо по бахов там но они просто профессиональные музыканты с детства воспитанные генисер один один да ну вот я просто закончу да и соответственно по этой причине логика да у мужчин которые отвечают за изменчивость а спектр вот это кривое распределение больше гениев наибольше идиотов зажим от нас больше долгожитель вообще хуже и вообще не приспособлены а соответственно изменение вида от среднеженского к среднему мужского то есть человек становится больше а скажем хищные птицы становится меньше вот и по этой причине пытаться как сейчас значит принято у либералов как бы их вот так вот делать это идиотизм потому что этим убивается эволюция как такова нет она примет просто такие формы что мало не покажется это ни в коем случае делать нельзя дико да но соответственно мне просто очень интересно что вы скажете что что с точки зрения мозга это же и как-то и на структуре мозга даже сказать да конечно но существует масса различий ну во первых самое простое различие самое очевидное независимо от массы тела мозг женский все это меньше и меньше и у шимпанзе и орангутанов и у горит меньше это раз но самое главное не в этом самое главное что мужская способность к мышлению действительно нормальное распределение у нас намного больше и полиморфизм больше и самых маленьких да и самых маленьких мозгов самых больших тоже больше мы обязаны женщин потому что наши лобные области которыми мы думаем они возникли для того чтобы женщинам в эволюции был отбор направлен выживали те женщины и те потомки женщин которые долго заботились своих детях потому что у приматов у высших очень долгий индиви очень долго индивидуальное развитие то есть это там несколько уже у приматов там до 10-12 лет это все продолжает забота о потомках но это может быть как раз следствие примахожения нет 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 это нет это у всех обезьян которые не очень бегают на двух но не любят но самое-то главное что это забота этого что подразумевает лобные области возникли как инструмент контроля пищевого поведения делиться с пищей сначала родственными областями когда они выросли и стали большими благодаря тому что эволюционировала забота о потомках они стали перед а поскольку мужикам они достаются по блату мы они не очень заботятся главное изготовить это понятно но вот заботиться но не сильно не так как женщина связано с репродуктивными особенностями птичек не сказать птичек птичек нет вообще коры 10 половина ну да но половина отдельная песня половина отцов которые выкармливают птенцов на самом деле биологическими отцами не являются ну да да это известно фокус у человека что получилось мужикам достались лобные области которые были у женщин приспособлены для заботы о потомство они стали использовать для всяких гадостей там колесо пушкин тапани поэтому логика мозга у женщины есть все те же самые способности но они их реализовать не могут почему потому что мозг заточен на репродуктивную фазу и у них очень малая дельта очень мало времени остается на возможности не репродуктивного использования есть дурацкого с точки зрения эволюции лобных областей мужики делают регулярно понятно примерно так то есть разница по мозгу есть и самое главное по стратегическим задать гормональные там есть некоторые различия по некоторым ядер но в это не стоит вдаваться но есть женский мозг он и не то что плохой он просто другу очень другого в процессе эволюции здесь не надо ничего смущаться но если мы выравниваем ну и тогда получается катастрофа потому что в этом случае мы соответственно женщин с их спецификой выбиваем и делаем априори несчастными да обязательно и та же самая картина с мужиками да еще это такими же несчастными да такими же несчастными и все то есть мы как бы оплодим что называется аморальных уродов а что касается наследственности вещь которые вот для многих непонятно например удойность у коров передается через быка поэтому быкопроизводитель это ключевая часть стада даже у плохой коровы от хорошего быка получаются телки которые много дают но это это к сожалению никак не мог осознать трофим денисович лысенко и поэтому он с московской фабрики рот фронт возил грузовиками печенье да и кормил их коров для того боя печенье потому что это в те голодные годы для доказать что это не так странный очень человек на самом деле он в неком смысле был фанатик они все были фанатик кстати я долго разбирался почему великий вождь и учитель не любил генетика вот не любил а я потом понял в чем дело дело в том что ключевой идеей генетики но вот начало двадцатого века двадцатых тридцатых почему по всему миру была идея евгеники улучшение человека да а иосиф сырьевич был человек верующий причем серьезный верующий как и всякий православный для него идея евгеники вызывала у него острое отвращение такой вот я вообще евгеника возникла к в общем в нашей стране это юдин свое время нас было несколько таких крупных ученых которые создали русско-евгеническое общество в городах больше 50 тысяч это уже десятый это десятый год десятые года которые следили должны были призваны следить за медицинским состоянием населения потому что там шестиполые появляются что еще что-то но эту систему переняли просто скопировали немцы устроили за это вот это безобразие которые на самом деле было всегда потому что но я просто знаю я поскольку я увлекался молодости истории то для меня было неким откровением когда я я же читаю всякие стереотипы до стереотипы у нас были и при советской власти тоже например основной стереотип протестантские пасторы сожгли народу в сто раз больше чем католические инквизиторы если не больше а при католицизме прошу прощения неоднократно знаменитый соответственно герцог филипп как его там карл смелый герцог бургундии который с людовиком одиннадцатом и валы который вошел в типовую историю из литературы как человек недалекий чего-то запретил на всей своей территории у него большие были владения принимать взросы на видим а с формулировкой потому что я этим мракобесием заниматься не позволю у себя и такое уже решение было принято в испании в шестнадцатом веке они не то что не сжигали они запретили жаловать жалобы потому что сказали это мракобеси и бред и ничего тут вам в отличие от протестантских пасторов которые сожгли там в пол женского населения своей страны германии и кстати в инквизиционном процессе был обязательный защитник первое и соответственно половина и по-моему треть следователей инквизиции потом пошли под суд за злоупотребление то есть на самом деле если вот так вот смотреть историю человечества то она очень хитрая и там есть как это и приливы и отливы вот такие вот интеллектуальные и собственно вот когда я учил детей у меня основная эта проблема была не столько учить детей сколько общаться с их родители и когда мне родители объясняли там про девочки про девочек 15-16 лет мы их в поход не отпустим я им говорю родители вы дебил вы ребенка в возрасте когда необходимо социализации я социализация включает том числе общение с противоположным полом и обязательно то что вы видите в виду и от чего вы хотите их защитить защищая от одного конкретного явления вы из них делаете ущербных и потом будете в 25 говорить о почему-то замуж не выходишь она она боится мальчиков просто поэтому это конечно очень тяжелая ситуация и собственно главная задача учителя в мое время сейчас как известно в школе этим вообще запрещено заниматься ну то есть сейчас хотят вернуть обратно воспитательную часть но основная задача учителя это именно задача социализации и в том числе ну на самом деле по большому счету компенсации для детей понимание того момента что они могут и не достичь тех иерархических высот которые у них который как бы им им хочется или объяснение того что то иерархия которая складывается локально она вовсе не ну вот у меня сейчас есть сосед у него сыну там 14 лет и его мама мы с ней тут значит когда мы там шашлыки жарили горит вот ну что же говорит делать такое да у них там как бы девочка которая самая главная красотка в классе которые ну явно как бы у нас в эфире как известно и не принято употреблять некоторые слова ну вот как бы вот ну вот нельзя же так ну что же это такое то я говорю ну а что ты хочешь это совершенно естественные ситуации в 14-15 а потом значит если она только изображает то это пройдет а если это соответствует грубо говоря у нее высокий уровень гормонов и она реально есть натуры до часть натуры да ну тогда она как бы как годам к там 19 потеряет весь свою всю свою прелесть есть такое слово русском языке потасканная нет но это вот особенно в азии заметно там фейланг когда это 30-40 все как будто 1842 так раз да 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 просто мгновенно да и я кстати думаю что это во многом следствие того что уровень гормонов как только начинает падать да 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 он может падать и в 19 и в 20 если он в любое время и все поэтому женщины после 45 ягодки опять потому что одни из гормонов подавляющей половую активность исчезают окончательно да а остатки половых даются еще даются понятно это уже другая история да а кроме того как показывает опыт это очень сильно компенсируется тем самым интеллектом который мы сегодня с таким обсуждали спасибо я надеюсь что интересно я рассчитываю на то что наши зрители как-нибудь там чуть скажут потому что мы же можем и продолжить спасибо благодарим за внимание у нас в гостях был профессор савельев и 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 Продолжение следует...